В Тверской и Городской Думе состоялись публичные слушания об исполнении бюджета за прошлый год. Традиционно они прошли в формате отчёта чиновников и парламентариев перед представителями общественности, а также прессы. Наша съёмочная группа наблюдала за процессом. Публичные слушания — обязательный этап, предшествующий отчёту по исполнению муниципального бюджета городадминистрации перед депутатами. Однако сначала все цифры должна сверить городская контрольно-счётная палата. Она проверяет наличие документов, подтверждение тех цифр, которые были и в доходной части, и в расходной части бюджета. Это основное основание для принятия бюджета. Без этого заключения мы принимать бюджет не можем. Что касается непосредственно исполнения бюджета Твери, то в минувшем году доходы города составили 11 миллиардов 695 миллионов 900 тысяч рублей. Расходы — 11 миллиардов 917,5 миллионов. Налоговые и неналоговые поступления достигли показателей в 5 миллиардов 23 миллиона 700 тысяч рублей. Причём значительную лепту внёс НДФЛ. Такое увеличение в поступлении налоговых доходов и физических лиц составило 437 миллионов рублей. И обусловлено оно ростом фонда зарплатной платы. Статистика показывает такие показатели, что при пламени 108% заложили там рост зарплаты. А за период 9 месяцев прошлого года фактически данные сложились в проценте 115,5%. Традиционно бюджет Твери носит социальный характер. По отношению к 2022 году расходы на эту сферу увеличились на 14%, составив более 7,5 миллиардов рублей. То есть средства идут на нужды образования, культуры, на спортивные объекты в дворах, парках и скверах, на другие социальные программы. Комментируя озвученную информацию, председатель Гордумы Евгений Печуев отметил, что надо помогать промышленникам и предпринимателям, малому и среднему бизнесу. Вы знаете, всегда вагоностроительный завод у нас был такой, знаете, маркер города и всего жаль за это. А у вас вагоностроительный завод – это хорошо. У нас производит много красок, которые вообще эксклюзивные. У нас завод сейчас строится, он уже работает на варительном поле, который производит газовое оборудование. Понимаете, вот если мы будем идти в этом направлении, то наше благосостояние будет расти. От успехов в развитии промышленности малого и среднего бизнеса напрямую зависят доходы бюджета. Ведь, как известно, основным кормилицем муниципалитета, региона, да и всей страны является именно предприниматель.